Всем привет! Сегодня ночной тест-драйв и с нами УАЗ Пикап! Чуть было не сказал УАЗ Патриот Потому как, в общем-то, это Патриот и есть только с кузовом пикап Я надеюсь, что в потьмах можно сейчас разглядеть, что это действительно пикап Видим, тут своеобразный кузов задний с крышечкой И мы, на самом деле, рассматриваем по большому счету как пикап, так и Патриот, так и УАЗ Карго Передняя часть и оптика одинаковая, так что применим данный ночной тест-драйв к чему угодно Классная оптика, современная, обновленная, супердиодные реснички Всем так делать надо, к сожалению, не диоды Основной свет, вот мы видим, что ближний, что дальний, они, к сожалению, на классических галогенах Тем не менее, я ожидаю очень хорошую оптику Она современная, значит, будет достаточной светоиспускаемостью обладать И давайте попробуем, как все это будет работать Включаем Я надействовал оптику полностью Как видим, очень хорошо она светит Несмотря на то, что часть светодиодная фар Она здесь, на самом деле, реализуется достаточно в хороший свет Пускай это, естественно, галогеновый, не самый оптимальный Не по самым современным технологиям Но очень хороший, оптимально продуманно, проработано За оптику, безусловно, мы ставим пятерку Сейчас мы еще посмотрим из салона Для галогеновых ламп, конечно, не надо от них ждать чудес Но для весьма бюджетного пикапа очень хорошее освещение Да и с Патриотом будет тоже здорово все Тут, кстати, еще придет маночки Давайте посмотрим Море света Море света очень хорошо Ждем, когда будет пикап, наконец-то, полностью с диодными фарами Равно, как и Патриот Ребята, молодцы, хорошо работают И, несмотря на то, что их сама машина своеобразна Все равно, в любом случае, она нравится тем, что Знаменует собой джиперство российское, как есть Давайте посмотрим, что сзади Ну, сзади все у нас вот так вот Весьма строго Обычные фонари Как видим, ничего особенного нас здесь не ждет Равно, как в данном случае Как предтуманные задние огни Так и обычные габариты Здесь поворотники, задний ход И, соответственно, тормозные огни С повторительным центральным вот здесь вот Давайте часть задействуем Посмотрим, как все это будет реализовано Почти максимальные возможности К сожалению, тормозные огни включить мне нечем Но, тем не менее, обычная простенькая оптика И никаких сзадиодов сзади Но для бюджетного пикапа это вполне достойно Я считаю, простенько и понятно Ну, естественно, смотрите Обращайте внимание, что поворотник есть в зеркале Это современные веяния Вообще, у вас стараются идти в ногу со временем Сзадиодные подсветочки Соответственно, мощные такие линзованные фары Причем линзованные, псевдолинзованные Вот здесь, на самом деле, рефлекторная оптика Но кажется, что линзованные Я считаю, здорово Мои восторги Надеюсь, вы ее со мной разделяете Порадовавшись за внешние возможности оптики Посмотрим, что внутри Как из салона она смотрится У нас есть что? Вот видно диодный свет Сейчас дневной ходовой огонь, соответственно, включен Чуть поменьше это будет уже габариты И дальше ближний с дальним Включаем ближний только Я считаю, что ближний очень хорош Жалко, что он, конечно, галогеновый Но для галогенов хорошо светит Представляете, как дальний хороший Кто хочет, кто какие-то путешествия Еще что-то Ставят дополнительный свет И гоняют по тундре оленей Здесь же у нас все здорово Есть задняя камера Кстати, хорошо установлена Не залепляется По крайней мере, мне не удалось ее залепить ничем Может, погода нужна похуже Ну, посмотрим Соответственно, с даже направляющими Жаль, что не двигаются они Но, тем не менее Android есть в навигации Класс Не активируется Давайте включим Вот Android А, Navitel Класс, класс Ну, вообще Озовцы стараются Просто показать то, что действительно Современно Современно и здорово Но, конечно, все-таки чувствуется этот Не то, что анахронизм А вот Что-то такое Из тех давних пор Ну, например, зеленая такая подсветочка Она везде зелененькая Такая своеобразная Хорошо хоть подсвечиваются кнопки Внутри салонные Здесь целая батарея из кнопок Они, кстати, такие же на ВАЗе используются Все российские, они, можно сказать Кстати, интересно, смотрите Можно менять интенсивность подсветки Но, интересно то, что меняется она только у Вот этого блока Зачем это было сделано Я не знаю Вот видно Очень смешно Нигде она не меняется Кроме как На этом блоке Я не знаю Задумано так было или нет Но это все-таки Надобавано, конечно Очень Ха-ха-ха Надо было, чтобы здесь тоже менялся свет Но, тем не менее Видите, что Приборы, хотя и мелковаты Вот рисочки Но все равно читаются Чуть, конечно, побольше Хотелось бы и цифровые обозначения Но Так вот По лодскульному Все-таки УАЗ Патриок-пикап Мне нравится Чем-то что-то в этой автомобиле Безусловно Есть Из того Лазовского Прошлого Славного Когда везде металл Здесь, конечно же, пластик Повсюду Но, тем не менее Ладно Что нам остается Посмотрим, что у нас С открыванием двери И вот здесь светодиоды Опять же Светодиодный свет Обратите внимание Подсветка Тут тоже Сзади Все есть Странно, что В данном случае Есть и сзади Везде Не пожалели Действительно, говорю УАЗовцы стараются Чтобы все было Классно В автомобиле Остается Посмотреть, что И подсветка есть И даже В перчаточном ящике Вообще здорово Вот так вот Вот такие вот дела Так что Кто у вас ругает Не правы Стараются Молодцы Работают Ставим Высокий балл За ночную езду Конечно Стоит добавить Все-таки Чего? Тепердиодный свет В основной свет Вообще Тогда претензий К УАЗу Никаких Молодцы Работают Над качеством Над количеством Конечно Пока не все получается Но я верю Отечественному производителю Вы это знаете Хотя Конечно Смеетесь До новых встреч Смотрите тесты Я с вами Свет с вами Да пребудет с вами Ксенон И дух его Лед